24 ноября в России отмечают День моржа. Дата была выбрана не случайно. Именно в последние дни осени клыкасцы-здоровики покидают побережье Чукотского моря и отправляются зимать в Берингов пролив. Становятся там особенно уязвимыми и нуждаются в защите. Ежегодно в этот день поднимаются вопросы сохранения популяции моржей. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Одно из самых крупных лежбищ Атлантического моржа в Баренцевом регионе расположено на острове Матвеев. Ежегодно туда отправляются специалисты Ненецкого заповедника. На протяжении трёх недель они изучают жизнедеятельность животных, оценивают численность, возрастной состав, особенности поведения. Итоги этого года нас порадовали. Моржи чувствовали себя прекрасно. В отличие от предыдущего года, когда мы высказывали опасения по поводу состояния нашего лежбища. Так как в 2000 году, то есть в прошлом году, моржи очень рано вышли на берег. Это было 15 мая. Лёд очень рано ушёл от берегов. И животным пришлось тратить довольно много энергии на то, чтобы перемещаться от мест лёжки, где они могут полежать, до тех мест, где они нагуливаются, едя. Но в этом году было всё прекрасно. Фотоловушки нам подтвердили о том, что животные вышли на берег в начале июня. В пиковые периоды на этом лежбище насчитывается более тысячи животных. К слову, в этом году впервые за много лет моржи вышли на соседний с Матвеевым остров Голец. В этом году моржи снова вышли на острове Голец. Это маленький остров в один квадратный километр, недалеко от острова Матвеев. Там животные не выходили последние 10 лет. Но в этом году снова вышли, и мы регистрировали не менее 300 животных в середине июля. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледного покрова земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбище. Если лёд уходит рано, животные могут чувствовать себя физически уставшими, что мы наблюдали в прошлом году. Но в этом году всё в средние сроки прошло, поэтому животные... Мы не заметили большого количества животных, которые были бы с дефицитом массы тела. Животные были все активны, постоянно коммуникацировали, уходили, приходили на лежбище. А ещё одну особенность, которую мы ответили в этом году, это увеличение количества молодых животных на лёжке, не только больших матёрых самцов, но и животных, которым около двух-трёх лет. Жизнедеятельность моржей тесно связана со льдом. Это место, где первое время проводят только появившиеся на свет моржата. Когда стоит лёд в Печорском море, это идеальное место для моржей, потому что оно неглубокое. Моржи чувствуют себя хорошо. Но как только лёд уходит, им приходится искать места, где они могли бы отдыхать, когда они не кормятся. Идеальными местами является как раз заповедник Ненецкий, его острова это Матвеев, Голец или Долгий, например, там они тоже иногда выходят. А других просто пригодных мест не очень много вокруг. Для создания полного представления о моржах, которые обитают в заповедной зоне, Всемирный фонд дикой природы поддержал проект заповедника Ненецкий. То есть это по сути создание банка данных, изображений моржей, создание приложений и программы, которые способны определять, идентифицировать конкретную осадь моржа. Ну то есть некий такой реестр моржей. С помощью вот этих нейросетей, это новые технологии, мы можем определять те, ну конкретно те ли животные посещают эту территорию. И понять, какова примерно численность присутствующих животных в определенный период времени. Такой пилотный проект по моржам в России больше таких проектов нет, по другим животным есть. Но вот для моржей это вот такой вот уникальный вещь, которую делает у нас коллектив, коллеги из заповедника Ненецкий с учеными из Российской Академии Наук. А в день моржа в Заполярье открылся первый в регионе уголок заповедных территорий Ненецкого округа. Здесь представлена информация об особо охраняемых природных территориях и в том числе об удивительных животных моржах. Кабинет оформлен таким образом, чтобы можно было проводить образовательные программы с населением. Для того, чтобы можно было познакомить гостей региона с охраняемыми территориями, с природными территориями, которыми может гордиться наш регион. А также он рассказывает о созданном в этом году туристическом продукте, это экологическая тропа Босиком по тундре, которая была установлена на территории заповедника Ненецкий. Добавлю, представители ВВФ призывают людей чаще вспоминать о нашей общей ответственности за сохранение дикой природы. И более бережно относиться к её обитателям.